Перчатки, веера, платья в полфраке. О времена у нравы. Новый выставочный проект «Век XIX. Мода и увлечения» Ульяновского областного краеведческого музея имени Гончарова и Государственного музея-заповедника «Архангельское» рассказывает о модных тенденциях Золотого века. Если первоначально в XIX веке были театрализованные, пышные платья с очень узкой талией у женщин, причем требовались для этого обязательно приспособления, корсет, турнюр, чтобы заднюю часть хорошо показать, юбки, кринолины тоже пышные, к концу XIX века уже практически мода женская принимает очертания всем нам знакомые. Особое место в экспозиции занимают перчатки и веера. Как сказал куратор выставки, существовал язык перчаток и вееров. При помощи этих аксессуаров общались и женщины, и мужчины. Сообщали о своих чувствах, приглашали на свидание. Выставка знакомит не только с женской и мужской модой в одежде, но и с модой на еду, чтение определенной литературы, на обстановку в доме, на развлечение просвещенного общества XIX века. У нас такое любопытное маленькое тоже издание в библиотеке оказалось в Архангельском, где представлялись различные игры. На титульном листе помещена была картинка «Игра в жмурки». Экспозицию дополняют гравюру из редких изданий библиотеки бывших владельцев усадьбы Архангельская, князей Голицыных и Юсуповых. На выставке Ульяновский областной кровеческий музей представил около ста предметов в своей коллекции. Некоторые из них когда-то принадлежали известным симбирянам – Ивашевым, Бутерлиным, Гончаровым. Например, мы показываем бронзовую статуэтку, собачку декоративную. Её передал Владимир Владимирович Музалевский, пронучатый племянни Гончарова. А интересные тарелки, изготовленные на фабрике Гарнера, кавалеры дама, сюжеты на этих тарелках такие изображены. Их передала потомок по линии уже старшей сестры писателей Кермаловых, Житковых, Филатовых. Во время открытия выставки были презентованы стилизованные костюмы XIX века, специально сшитые для экскурсионных проектов. Коллекцию представили студенты Ульяновского социально-педагогического колледжа.